Глава 21, ты ведь понимаешь, что это только предположение? Спросил я. Возможно, мы там ничего не найдём. Понимаю, ответила Деб. И место не в нашей юрисдикции. Это Бровард. А парни из Броварда не особенно нас любят, поэтому... Ради бога, Текстер, отрезала она. Ты трещишь, как школьница. Может, это и правда, хотя совершенно невежливо так говорить. С другой стороны, Дебора неожиданно оказалась пучком стальных, крепко связанных нервов. Когда мы свернули с шоссе Соборос и поехали в сторону центра Дебор, она ещё сильнее закусила губу. Я почти слышал, как трещит её челюсть. Чёрт побери. Пробормотал я про себя, но у Деб, по-видимому, было подслушивающее устройство. Пошёл ты. Сказала она. Я перевёл взгляд с гранитного профиля Дебора на арену. На какой-то момент ранее утреннее солнце так осветило здание, что показалось, что его окружает целый флот летающих тарелок. На самом деле это были всего на все осветительные мачты, окружающие арену, будто поганки-переростки. Кто-то, видимо, подсказал архитектору, что они очень оригинальны. Выглядят молодо и решительно так, скорее всего, и сказали. И уверен, что это было сказано при хорошем освещении. Очень надеюсь, что когда-нибудь, в ближайшем будущем, хорошие освещения всё же появятся. Я один раз объехал вокруг арены, высматривая признаки жизни. На втором круге к одному из входов подъехала побитая Тойота. Пассажирскую дверь держала верёвка, перевязывающая стойку через открытое окно. Водительская дверь открылась, когда я начал тормозить, а Дебора выскочила из машины ещё на ход. «Простите, сэр», — обратилась она к человеку, влезающему из Тойоты. Ему было около пятидесяти, низкий и плотный мужик в замызганных зелёных штанах и голубой нейлоновой куртке. Он посмотрел на Деб в форуме и сразу же занервничал. «А?», — сказал он. «Я ничего не делал. Вы работаете здесь, сэр». «А то, че, вы думаете, я бы здесь делал в восемь часов утра?» «Пожалуйста, назовите ваше имя, сэр». Он потянулся в карман за бумажником. «Истебан Радыгис, у меня есть удостоверение». Дебора махнула рукой. «В этом нет необходимости. Что вы здесь делаете в такое время, сэр?» Он сник и стал засовывать бумажник в карман. «Вообще обычно я должен быть здесь раньше, но сейчас команда на выезде Ванкувер, Оттава и Лос-Анджелес. Поэтому я приезжаю чуть-чуть позже. Здесь уже кто-нибудь есть сейчас. «Истебан?» «Не, только я. Остальные долго спят. А ночью?» «Здесь есть охрана?» Он сделал рукой несколько круговых движений. Охрана ходит ночью вокруг стоянки, но не сильно много. «Я часто самый первый здесь. То есть первый, кто заходит внутрь?» «Ага, точно. А я что сказал?» «Я вышел из машины и облокотился на крышку. Вы тот парень, который на замбоне готовил лед к утренней тренировке?» «Поинтересовался я. Дебораздраженно взракнула в мою сторону. Истебан уставился на меня, рассматривая ясящую гавайскую рубашку и габардиновые слаксы. «Вы чё, тоже коп?» «А, я коп Боттон, работаю в лаборатории». «А, ну да», — сказал он, кивая, как будто что-то понял. «Ты работаешь на замбоне?» Повторил я вопрос. «Ну да, не на Олимпии же, ломач и не такой. Мне не дают водить её на играх, понимаешь? Это для парней в костюмах. Они любят сажать на неё детей, понимаешь? Может, какую знаменитость? Чтоб каталась и махала рукой, такое дерьмо. Но я работаю на ней перед утренней тренировкой, понимаешь? Когда команда в городе, я работаю на замбоне только утром, очень рано. Но они сегодня на выезде, потому я приехал поздно. «Мы хотели бы зайти и осмотреть арену», — сказала Деп, явно раздражённая тем, что я встрял без очереди. Истебан опять повернулся к ней, в глазу блеснул хитрый огонёк. «Ну да», — сказал он, «у вас ордер». Дебора вспыхнула. Прекрасный контраст с её голубой формой, но не самая эффектная реакция для укрепления авторитета. Сейчас она осознаёт, что покраснела и взбесится. «Коли скоро у нас нет ордера, и в общем, то никаких дел здесь, которые хотя бы отдалённо могли бы считаться официально санкционированными, не уверен, что бесится наилучший тактический манёвр». «Истебан», — начал я, пока дед не сказал о чего-нибудь достойного сожаления. «А? Ты давно здесь работаешь?» Он пожал плечами, «Да как оно открылось?» «Я работал на старой арене ещё за два года, как открылось это. То есть ты работал здесь на прошлой неделе, когда на льду нашли труп?» Истебан отвернулся, подзагаранное его лицо позеленело. Он с трудом сглотнул. «Не хотел бы я такое увидеть ещё раз?» Я кивнул с весьма правдоподобным искусственным сочувствием. «Понимаю. Именно потому мы и здесь, Истебан». Он нахмурился. «Че вы хотите сказать?» Я посмотрел на дед, чтобы убедиться, что она не достает пистолет или что-то вроде этого. Сестрица посмотрела на меня с неодобрением, поджала губки и затопала ножкой, но так ничего и не сказала. «Истебан», — сказал я, приближаясь к нему и переходя на самый доверительный и мужественный тон, на который спас он. «Мы думаем, что у тебя есть шанс открыть эти двери и найти что-то подобное тому, что нашли в прошлый раз». «Чёрт!» — взорвался он. «Не хочу ничего знать, я тут ни при чём». «Конечно, ни при чём. Мы как андис на это дерьмо», — сказал он. «Точно, согласился я. Так почему не пропустить нас, чтобы мы смотрели первыми?» Он глянул на меня, потом на всё ещё хмурую Дебору поразительное зрелище, которое, впрочем, прекрасно компенсируется её формой. «У меня могут быть неприятности. С работы выгнет». Я улыбнулся с самым подлинным сочувствием. «Конечно, ты можешь сам войти внутрь и найти груду отрезанных рук и ног». «Чёрт!» — снова сказал он. «У меня будут неприятности. Потеряю работу. А? Зачем мне это? А? А как насчет гражданского долга?» «Да ну, ладно, да. Че вы мне мозги долбайте? Какое вам дело?» «Если меня выгнется работа. Он не то чтобы протянул руку, это было бы слишком благородно с его стороны, но ясно, что Стебан надеялся на небольшой презент, который мог бы обезопасить его на случай вероятной потери работы. «Очень изонно, если иметь в виду, что это всё-таки Майами. У меня была только пятидолларовая банкнота, а мне на самом деле хотелось пирожка с чашкой кофе. Поэтому я просто кивнул с человеческим пониманием. «Ты прав. Мы думали, что тебе не придётся видеть все эти части тела. Я ведь сказал, что нынче их будет больше, но я на самом деле не хочу, чтобы ты потеряла работу. Извини за беспокойство, Стебан. Удачного дня. Я улыбнулся Дебоя. Пойдёмте, офицер. Нам надо успеть в другое место, чтобы найти пальцы». Дебора всё ещё хмурилась, однако у неё есть природный дар актрисы. Пока я прощался с Стебаном, она открыла дверцу машины и забралась внутрь. «Погодите». Позвал Стебан. Я посмотрел на него с выражением вежливого интереса. Клянусь Господом, я не хочу ещё раз найти это дерьмо. Какой-то момент он смотрел на меня, как бы надеясь, что я смягчусь и отсыплю ему горсть медиков, но как я сказал, пирожок уже отяготил моё воображение и уступать я не собирался. Стебан облизал губы, потом быстро повернулся и сунул ключ в замочную скважину большой двойной двери. «Идите. Я подожду вас здесь. Если ты уверен, сказал я. Давай, парень, чего тебе ещё от меня надо? Давай». Я встал и посмотрел на Дебор. «Он уверен», сказал я ей. Она только покачала головой странное сочетание раздражения младшей сестры и мрачного полицейского юмора. Деб обошла машину и вошла в дверной проём, я за ней. Внутри арены было прохладно и темно, что меня совсем не удивило. В конце концов, эта хоккейная площадка ранним утром, не сомневаюсь, что Стебан знает, где включается свет, он просто не решился сказать нам об этом, Деб отстегнула от пояса большой фонарик и направила луч на лёд. Я затаил дыхание, когда луч выхватил из темноты, сначала одни ворота, потом другие. Деб осветила периметр, пару раз останавливаясь, потом повернулась ко мне, ничего, пусто. «Похоже, ты разочарована». Она фыркнула и направилась к выходу. Я остался посередине площадки, чувствуя прохладу, поднимающуюся с льда, перебирая свои счастливые мысли. Или, если точнее, не совсем свои мысли. Потому что как только Деб вернулось, чтобы уйти, я услышал тихий голос, откуда-то из-за плеча холодный и сухой смешок, знакомые пушистые прикосновения на пороге слышимости. И как только дорогая моя Дебора вышла, я встал без движения там, на льду, закрыл глаза и вслушался в то, что собирался сказать мой древний друг. Этого оказалось немного чуть-чуть им прошепта, намёк на утра голос, но я услышал. Одним ухом я слушал, как он хихикает и бормочет приятные и страшные слова. Другое дало мне знать, что Дебора велел и Стебан войти и включить свет. Что он и сделал через мгновение, а тем временем тихий, беззвучный шёпот вырос в неожиданной и крещендогрохочущего безудержного юмора и добродушного ужаса. Что это? Вежливо спросил я. Единственным ответом стал всплеск голодного веселья. Я, правда, понятия не имел, что это значит, но особенно не удивился, когда раздался крик. В крике Стебан на самом деле ужасен. Это был хриплый, сдавленный стон, казалось, на него напала жесточайшая рвота. В общем, ничего музыкального. Я открыл глаза. В таких условиях сосредоточиться невозможно. Впрочем, слушать больше было некого. Шёпот прекратился, как только начались крики. В конце концов, крик все объясняют, не так ли? Поэтому я открыл глаза как раз вовремя, чтобы увидеть Стебана, как из катапульты, влетающего из маленького чулана в дальнем конце арены и выпрыгивающего на лёд. Он катится по льду, стуча чем попало, поскальзываясь, падая, хрипло постановая по-испански, и, наконец, резается головой в бортик. Вскакивает на ноги и несётся в сторону выхода, влюбляя от ужаса. На том месте, где он упал на лёд, остаётся небольшое пятно крови. Дебора быстро входит в дверь, пистолет на готове, а Стебан, спотыкаясь, проскальзывает минами на свет, крепнущий в дня. Что такое? Спрашивает Дебора, всё ещё сжимая оружие. Я склонил голову, прислушиваясь к последнему эхлу финального сухого смешка, и пока стонущий ужас всё ещё звенел у меня в ушах, я понял. Кажется, Стебан что-то нашёл, сказал я. Продолжение следует...